Не привыкайте к чудесам Прикладывайтесь к облакам Прислушивайтесь к птицам Прикладывайтесь к родникам Ничто не повторится За мигом миг, за шагом шаг Подайте в изумление Все будет так и все не так Через одно мгновенье Так, Игнат Тихонович Неужели ваш труд Это колоссальнейший титанический труд Который ценится во всем мире Многими христианскими конфессиями Неужели наша московская патриархия Никогда не поймет, не оценит то, что вы делаете Для церкви, для Христа, для общего блага? Как вы думаете? Есть шанс, что оценят? Мое мнение, что никогда Потому что без покаяния Бог не может ничего дать Человек должен выйти из прежнего своего состояния Принести покаяние Что такое патриархия? Патриархия к духовному наследию Как наследница там, где был Тихон Никакого отношения не имеет Легитимной связи никакой нету Вообще, даже процента нет Ее образовали Сталин с Берией В 43-м году, в сентябре месяце Ну все знаете, Ярушевич был Семанский Вот пришли, как это выглядело дело С чем закончилось Эта встреча Как Сталин все это открыл А далее они сотрудничали Заразу коммунизма повсюду развозили Это все и осталось Они все построили на одной лжи Лживые отношения с властью Власть только ушла Сталин тоталитарный режим Давай коммунистов поносить Попы везде, всюду их Когда выжищает только оттуда вылезы Клички ваши все, Дроздовых, Михайловых Все известны Кто такой Кирилл, кто такой Ротов Это его же он выкормыш И поэтому покаяния нет А как Бог даст покаяние? Бог дает тогда, когда примирение наступает Бог не посылает Златоуз говорит, Духа Святого Пока сын человеческий Наш начаток Тело не вознес на небо И не показал отцу, что он искуплен Тогда приносится и дар А дар отец не посылает Блудному сыну там корытом Посылки не посылал Тебе там трудно, сынок Я тебя посылаю Живи у корыта Надо прийти Он пал и сказал Я не достоин называться Патриархия должна пасть И сказать Все эти годы мы обманывали народ Они идут на поправление всех канонов Я не знаю Есть ли какой-то канон Кроме того, что не досади епископу И не разрешение Мирианам проповедовать Все, больше они ничего не хотят исполнять Вот даже простое избрание сегодня Какие качества? Качества, какие Господь указал Они не искали Что исполнены Духа Святого Что был со Христом Им это не надо Они три условия поставили Обязательно из архиереев То есть Тараси туда уже не попадает Все святые, которые стали Во главе церкви были Они никто не Максим Исповедников Когда бы туда не попал Уже не архиерей Федор судить не попал бы То есть мы по порядку всех берем Ни Антони Ни Пахоми Ни Макари Никто бы не попали уже Их даже и приглашать не стали Потому что этим условием Они стали спросить А какие эти условия Кто их ставил? Да вы их поставили А дальше Чтобы обязательно кончил Высшее духовное образование Имел, академию У Павла не было академии У Петра не было То есть ни один апостол В число претендентов На патриарших престол Не попали бы Дальше Они перечисляют Большой опыт работы Какой? Хозяйственной Они говорят Что опыт общения с властью Чтобы быть одобряем от власти Раньше Много наград имел Генеральный секретарь Брежнев И придумал награду 50 лет пребывания КПСС Так вот они не сказали Что еще скрытый за кадром В патриархии может избран тот Кто не менее Допустим 20 или 30 лет Сотрудничал с КГБ Это главное Они скрыли Только по этим качествам А таких они Не так много имели Вот и все Между священниками Всюду везде Одна ложь идет А лживому человеку Чего Бог даст? Всякая ложь от дьявола Я вот встречаюсь Сколько со священниками Я говорю Ну ты Вот у нас Стал к нам ходить священник Ты людей отговаривал Говорил что у нас Богородицу не признают А ты знал что мы признаем? Да Ну а ты знал что у нас икона Говорил людям что они иконы не признают Мы Еретики Сектанты Самочинники Раскольники Говорил А зачем ты говорил Если не так? Ты же священник А чтобы люди к вам не ходили И ты точно знал Ну как не точно знал Я абсолютно точно это знал И сейчас С кем бы мы не встречались Один и тот же результат Московская патриархия Это не божье установление Я не говорю ни о благодати Ни о чем А о самой организации Вот это как они Вот нужен патриарх сейчас А почему он нужен? Никакого патриарха вначале не было Можно в каждый город Сорок патриархов поставить Почему нет-то? Если Они бы сказали Что патриарх новый Он людей пошлет на благовестие Они понесут чистое евангельское учение Ничего этого нет Вот у меня в открытом Окном Книга Первый том Я там на это отвечаю Как надо учить семинариста Если 4 года учиться То года полтора Ходить к баптистам надо Учиться как проповедовать Нести слово Божие Вот так свидетельствовать А покаяния если нет Вот мы сейчас здесь встречаемся Они люто поносят Иногда говорят Ну Какие-то же исключения есть Одно время был Отец Дмитрий Дудков Возвысился Стал говорить Хорошие проповеди Я должен был говорить Да Видимо Исключения какие-то есть Но время показало Он стал духовником У газеты завтра У коммунистов Он полностью весь Сотлел Его как будто не было После этого говорят А вот такой-то Еще знакомый священник Называет Его Близко знакомый нам А вот видите Он А не такой Да он не такой Но потом Когда ближе Еще я узнаю Оказывается Он даже во время суда Был уже не со мною И недавно У нас приняли Крещение Поняли что надо Полное погружение И пока полного погружения нет Хоть ты священник Хоть кто Ты не крещен А не крещен И твое старое я Не умерло Здесь все связано Кирилл Ужасалимский Говорит У нас приезжали Протоиереи Иеромонахи Принимали крещение Возвращались И дальше начинали Нормально служить А он не может Сдвинуться из этого Ну и вот Они приняли крещение Она вернулась И сказала Здесь Клочки Село Поселок Ребришинского района Как поп Надеет взъелся Да ее Чтобы здесь не было Написал архиерею Ложь Ни одного слова Не написал У меня оно На руках было Что Архиерея Даже не разговаривая Ничего Написал Отлучить До причастия Не допускать До полного покаяния В чем покаянием А она вела Была Доклирость И все вела И церковь закрыли Практически Из-за нее То что она Ее нигде Не стали принимать И ни одного слова Правды не говорят Она показывает Вот как крещение Отец Аким Да он не священник совсем У них епископа нет Ему говорят Да как же нет епископа Я была Говорит Там иконы есть Нет икон там Одинаково Везде Это на Украине Одинаково лгут Они все лжецы Но ее сестра родная Она уехала в Германию А тот священник Тоже патриархийный Тот ее обнял Поцеловал И поздравил И мне говорят Так видите Исключения то есть Я уже обжегся На этих исключениях Не знаю пока И этот священник Принял Книги мои взял Все И какие то там Справки наводил Но Она стала Двух дочерей Готовить к окрещению И однажды Куда то она поехала С батюшкой этим И дорогой говорит Батюшка Мне дочерей это надо Тоже крестить Они уже дочери Замужние Вы посмотрели Этот священник Точно так же На нее поднял гонение Как этот самый А почему Да не может он быть другим Потому что Чтобы послали Московскую патриархию За границу Десятки раз проверили Чтобы он в Германии служил А раз его проверили Значит он где то В чем то должен был Уступать А где то уступать Он теперь боится Как бы не потерять Не потерять Потому что и матушка Дети живут и прочее Это ложь И поэтому Оценить они ничего не могут Вот допустим Счищаемся со священником Я ему Ну говорю Ты вот поносишь книги А ты хоть раз Одну книгу видел? Нет не видел Ну хоть что то Считал книги? Нет не считал А как же ты можешь поносить? Ты же с капитой говоришь Что это люди Пришли с бородами С поясами Они как шпионы Какие пришли То есть такое огородит Даже Я думаю что Священники набирают Патриархии Это тоже Вот такие Как на патриарха правила Так и здесь Поставили допустим Десять качеств должны быть Самый честолюбивый Ну отобрали Много нашлось теперь Самый корыстолюбивый Наконец отсеялось еще Не все так любят Наконец самый безмолвный Ничего не может сказать Дальше Подхалимный такой И все-все качества И наконец Чтобы готов был Придать, выполнить Любое поручение Епископа, лгать и все И наконец Из этих вот Остается Из сотни три Теперь выбирает Кого поставить У меня такое впечатление Складывается Что вот это Когда ладошкой Вот так мочат По лбу Это не просто Что-то Близко-близко Я стою к мысли Что это печать Антихриста А они понимают Что крестить надо Во всех Книгах написано В полном погружении И он согласен Но если его Там в детстве Поп Пьяный Ладошкой хлопнул Крестить нельзя Отрезано В Библии Только об одном Говорится И недавно будет им Покаяние Не продать Не купить Кто принял печать Что это за Такое состояние Здесь построили Купели Он первым делом Спрашивает А ты не крещен Она говорит Да нет батюшка Я была не крещена Ну раздевайся Он готов Она говорит Это я несколько лет Пришла Была такая И ушла Я после этого Два раза замуж Выходила неверующая Была Что со мной батюшка Делал Как делал Ну я в храм приходил Деньги заплатил Он вот так вот рукой Так это же крещение Одевайся И все Больше на этом не будет Если ладошкой Поп хлопнул Полбот Христа Человек уже отброшенный Абортированный Он умершленый Притом это абсолютно везде Везде И тот поп хороший Согласен Но когда сказал Что теперь надо крестить Это таинство Таинство Но если таинство сделано Неправильно Оно таинство Да конечно нет Но человек в темноте Не видел Приносил жертву Вместо барана Принес свинью Ну будет это или нет Да конечно нет Но тебе сказали Света сегодня нет Литургии совершаем Даже свечку нельзя зажечь Но все сейчас зажег И тебе налили там морс Вместо вина Будет это литургия Не будет Но вместо илея Тебе керосин налили Будет илея помазания Не будет Почему ты считаешь Что в таинстве крещения Крещение это Духовное рождение В подлинном смысле Почему ты считаешь Что можно как угодно делать Все толкуя святые отцы Человек Как говоришь Смерть Христос умер Он ушел в воду Как скрываемся В ночи ничего не видим Где это Когда он стоит На капельном полу Ну что тут лгать то Притом ничего нельзя сказать Почему Баптисты крестят Адвентисты крестят Старообрядцы крестят В Барнауле не крестят Только патриархи Раньше говорили Советская власть Я пошел к уполномочия Он говорит Мне хоть утопи их всех У меня разницы никакой нет Сегодня ничто не мечает А пойдут нет Они люто воюют И когда узнали Что у нас крестят Да устроили праздник Нептуну Нептуну устроили Бесполезное дело Почему патриархия Она любого изъест Любого заставить лгать И на этом конец Игнатий Михайлович Вопрос Такой Два дня назад А именно 27 января 2009 года Значит Поместный собор Русской Православной Церкви Избрал Патриаршем Вестаблицитетом Митрополита Смоленского Калининградского Кирилла На патриарший престол Как вы считаете Вот если сравнивая 18-летний период Правления Или управления Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Алексея Второго И нового теперь Нового избранного Патриарха Кирилла Как вы считаете Что теперь все-таки Будет у нас Церковью Русской Какие-то улучшатся Духовные стороны жизни Также останется Или ухудшатся Но судя по тому Что митрополит Кирилл Очень все-таки Натура активная Он по всем параметрам Отличный от предыдущего Патриарха Изменя должны быть В какую сторону Как вы считаете Положительно то Что Господь Разделяет Овец от козлищ И рано или поздно Должно будет произойти Он этом не остановится У него отличные связи С католиками Он сейчас начнет Маленько потерпит И дальше начнет Из акуминизма Он не вылезет Более открыто Но теперь уже Ему будут приписывать Не как Второй фигуре А как первой Начнется размежевание Монахи восстанут И будет раскол Так называемый раскол То есть Господь Своих отделит И все А там останется Полное нечестие Вот это может быть Вполне То есть худший вариант Предполагается Худший вариант Это лучший вариант Потому что Сегодня это Вавилон И которые томятся И против объединения Не хотят Но они Больше не имеют никуда А когда сегодня Параллельная структура Буди Допустим Под руководством Диамида Допустим Патриарха Диамида Все будет по-другому Люди сразу пойдут туда Как было приобновленца У Бога Все вымерено Но ждать Что-то другое Будет сегодня Да избирали Во-первых Антиканонично Совершенно Не сверяясь Угодно ли это Духу Святому Духу Святому угодно Он как написано В Библии А они ни одного Пункта библейского Даже и не взяли Им это не надо Это человек Добился карьеры Перед кем? Перед мирскими властями Мне это не надо Я его упоминаю Не много лет Ему петь не буду А только обрати его Господи Дай ему веру святую Чтобы он стал христианином По всем поступкам У него ничего христианского нет Я разбираю 60 вопросов Ответов его И там ничего нет Одна ложь непрерывная Он умеет манипулировать людьми Говорить Говорить Говорится Нос по ветру держать А больше он ничего не знает Если бы он сейчас пришел сюда Ну просто обыкновенно одет И пойти с ним гулять Даже не знаешь О чем с ним говорить Он извертел совесть Он сожженный совестью человек Он ни про табак Ни разу не сказал Ни про водку Ни про эти алмазные Нефтяные промыслы Чем занималась церковь Почитает Два миллиарда только долларов Только подсчитывает Прибыль Которая есть То есть При непосредственном Его участии В этих махинациях Да непосредственно Его что он есть Но недавно я читал Патриота Они возмущались Он давал интервью У какой-то женщины Что говорит Как вы проводите Свободно Проводите время Он говорит Я Бывает гуляю вечером С собачкой Какая собака у него Я еще не знаю А потом пробегаю Бежит сколько-то А говорят Как так Митрополит С собакой Там женщина Я прочитал И мне приятно стало Я увидел Что в нем человеческое есть Мне это приятно стало Что это не просто мумия Хотя бы он В свободное время Хотя бы собака Делает его человеком Нормально хотя бы Без собаки Это он По-прежнему мумия А тут собака Все-таки оживотворила его Я прочитал И думаю Патриоты не правы Почаще бы они ходили На Фудзияму Как японцы Как папа До самой смерти Поднимался на гору Везде ходил Путешествовал Они народ не знают Людей не знают Вот епископ Допустим Расправился с этой сестрой Ну хотя бы раз вызвал Зато узгод Хотя бы Перед судьей Одна сторона Другую потопила доводом Он должен быть беспристрастный И высушить другую сторону Никого не выслушивает Вообще Ни одного объяснения не слушает У нас священник Он запретил К нам приезжает Его Служащий И уже просил прощения И писал За то что засчитал Про сон Который был И видение Патриарху было Феодосия Печерского И местный Максим Его с него сорвал Крест отобрал Магнитофон Рясу снял Вампиры и деспоты Проходит 5 лет Человек где-то работал Он пошел там На золотые прииски Шофером где-то работает И он Ну он священник И вот золотаря выгоняет Он не отлучен Ничего Я смотрю Сегодня священник Как какое-то драконье племя Надо уже Видимо пришло время Чтоб Бог снова Послал Подобие Октябрьской революции А она была для того Чтобы Бог Разломал все храмы И все это гнилье убрал Мне только вчера Позвонили с Украины Позавчера Вчера звонили с Америки Жалобы на православных священников Баптисты Образовали какую-то библиотеку Священник пошел На жаловство Власти закрыли Женщина Наша прихожанка У ней сын сидит здесь В лагере Она купила все книги Сын читает книги Попросила принести Она договорилась Политруком Как теперь называют Воспитатель Прислал с книгами А начальник нет Надо посоветоваться А кто А оказывается Все эти учреждения Одному священнику отдали Он цензор Он никакого права не имеет Мы одинаково зарегистрированы А тут у Лапкина Уже сюда пробрались У него одной книги Чтобы не было священник А начальник тюрьмы Он никто Генерал-лейтенант Представь себе И он Нет, больше не надо То есть Через все преграды Проходим мы везде Как только священник появился Сожрал все сразу Мы договорились Со встречи в одном селе Договорились С заведующей клубом Но она поехала В районный центр Мы испугались Она там со священником встретится Но она его не настала Приехала Дверь раскрыта Объявление повесили Она сама помогала Объявление весит Как священник узнал Сразу все закрыл Больше ничего нет Вот и все Игнать Тихонович Еще вопрос Ну поскольку вы человек Очень занятой Я знаю И сейчас У вас время ограничено Все таки Я еще один вопрос Вам задам Ну судя Вот по Вашему такому Анализу Или такой Аналитической оценке Нашей Московской Патриархии То есть Нашего епископата Скажите Есть ли Среди Епископов Ну хоть кто-то Ну скажем Хоть не одобряющий Но хоть Сочувствующий Вашим взглядом Вашей деятельности Ну хоть как-то Выражает Своё положительное Отношение Лично к вам Вот то что Вы делаете Говорите Если бы мы сидели Где-то в камере В большой Со всеми вместе Епископами Они раздеты Как я Одинаково все И знали что это Бессрочное На соловках И я бы высказывался Я бы мог тогда сказать Увидел бы А так я никого не знаю То есть Они никак не проявили То есть я кому посылал Говорил Они даже Получали книги Нет Там такой настрой Теряется мирное Состояние духа Ну конкретно покажи Какая страница Чем ты Ни один не ответил Ни один За 7 лет Они не принимают Почему? Потому что С Евангелия Они видят на Евангелии Все А по Евангелии Кураев был Приезжал взять Зал книги Ну хоть пол слова Ответь Ничего не ответил Ну почему? Дом патриархии Он сейчас крутит Виляет везде Его ответы Смотришь Безбожник Прям совсем Раньше как-то Еще можно было смотреть То Гарри Поттер Разбирает То Матрицу Какими вещами Занимаются? Он не благовестник Я в прошлом году 108 городов Посетил Ну и что Мартиниан Посетил И дальше что? Зою потерял Ты еще Жития святых Почитай Какие были люди Сколько бродили Приезжает Дворкин Наши ребята Были на лекции В АГУ Его приглашают к нам И вопрос задали Про Лапкина Лапкин Да это псевдо Ни разу не встречался Ни одного материала В руках не было Это он говорит А я его Дворкина Все читал Все читаю Что Кураев Выпустил Я знаю досконально А они то ничего не имели Они не знают И он Такие слова Говорит запросто Был в епархии И там Вопрос этот задали Опять про Лапкина И он опять Так же самое отвечает Я что могу сказать? Потому что Ложь на лжи Ложь от дьявола Они не верят Что за каждое слово Надо отвечать А меня бы спросили Кто такой Кураев? Я бы сказал Есть человек Говорит лекции На темы совсем не евангельские И все Истинного обращения Ни у того Ни другого не было Рождение свыше Они даже не слышали Они этого не понимают Что значит Получать ответ от Бога Через слово его Вообще Они как будто бы Ну Новая вера Изобретение Кто ее изобрел Теперь же не узнаешь Вот у меня К истинному православию Второе издание Сейчас вышла Книга Я там говорю Все сравнивая Что сейчас есть С Библией Приходится сказать Придумана новая религия Православие почти не имеет Обоснования на страницах Библии И поэтому оно Я привожу слова Феофана Затворник Он говорит Одно Много два поколения Пройдет И православие исчезнет Если это сказано В 1861 году А за это время Ни одно Ни два поколения прошло То вывода только два В первую очередь Православие есть Как пишет Что храм и монастырь строятся Или это Другое Православие Не это он имел ввиду Или он был Лжепророк Вот и все Благодарю вас Сердечно За ваше интервью И все Таки хочу сказать Что Ну Хоть в будущем Когда-то Я надеюсь Что Поколение Оценят Православные люди Оценят Ваш труд Я не думаю Отец Я работаю на сегодняшний день Ну такова история Всегда топчет Таких людей При жизни Меня попросили Это сделать Я думал После смерти Кто-то будет делать А мне приходится Самому сейчас Это делать Вот я подсчитал Чтобы все книги перевести Вопросы Нужно 60 дней По 7 часов С выходными Вместе Каждый день работать Не вылазя из-за компьютера Поэтому Мне некогда Я все что потерял Теперь только Сегодня я начал уже работать 4 часа утра И до 10 вечера Посчитай сколько А так вообще Ежедневно Со скольки до скольки Вот садитесь за компьютер Ну вот я прихожу Встал утром Помолился Почитал слово Божие Ну уже Во сколько вы Встаете утром А? Утром Во сколько вы Подъем у вас В 4 часа В 4 часа Мне отец Некуда долго Тут заниматься Да я понимаю Ну спаси вас Христос И укрепи вас Господь Спаси Христос Паруси заснеженной В аренках поношенных И в тулупе И в тулупе стареньком Ходит Николай Ходит по дорогу Ходит по дороженькам Не жалеет И вот ты в горюшке Смело призывай Помогай Николушка Помогай родименький В нашей горькой В нашей горькой долюшке В нашей горькой долюшке И в душу Ходит по дороги Помогай, родименький, в нашей горькой долюшке нас не оставляй. И молитвой крепкою, Бога Вседержителя, к нашим грешным душенькам на милость преклоняй. Субтитры создавал DimaTorzok